Неважное, неважное. Вот они есть, ягодки, но они какие-то тоже вот немножко неудачные все. Людмила Квачева трудится на своем участке, не покладая рук. С урожаем земляники в этом году не все так гладко. Говорит, кусты жухленькие, плоды мелкие. Ягода быстро поспела, но еще быстрее отошла. Людмила ждет богатого урожая от других культур. Кружевник хороший очень, смородина черная, красная. Здесь все есть. Жимолость в этом году хорошая была. То есть ягодки много. С земляникой не дружим в этом году. Но ничего, будем ждать следующего года. Лето в этом году в регионе наступило уже весной. В конце мая начала спеть жимолость, за ней пошла и садовая земляника. Некоторые садоводы жалуются на мелкие кислые ягоды. Но, по словам экспертов, все зависит от сортов и от перепадов температур. Днем сейчас тепло, а ночью холодно. Причем земляника спеет как раз в ночное время суток. В этом году на урожай повлияло и большое количество снега. Снег, во-первых, лег осенью на талую почву, на незамерзшую. Зимой она так и не замерзла. Поэтому вода, может быть, замечали, что ручьев-то практически не было. То есть вода сразу уходила вниз. И в слое, где находится корневая система, влаги достаточно мало. Поэтому урожай, конечно, сказывается на урожае. В этом году уже, знаете, как-то высохло, что ли, потому что очень жарко, рано настало. И ягода не успела, ну, как сказать, зацвести, она сгорела, можно сказать. Ягоды мало в этом году, чем в прошлом. Несмотря на такую ситуацию, цены на лакомство по сравнению с прошлым годом практически не изменились. Стоимость полулитрового стаканчика жимолости и садовой земляники в этом году варьируется от 100 до 200 рублей. Двухлитровая ведерко отдают за 800. Земляника лесная стоит чуть дороже. Торговаться не запрещено. Хорошо поторговался. Здесь даже не сама цена, а сам факт рыночной торговли приятен, что можно поторговаться, пообщаться, так скажем. Урожай небольшой, но спрос есть. Места мини-базарчиков не изменились. Они все так же располагаются у магазинов крупных торговых сетей. Некоторые садоводы работают в масках, но большинство торговцев все-таки не особо соблюдают ограничительные меры. Однако покупатели это не останавливает. Ягоды раскупают быстро. Поэтому, чтобы запастись летними витаминами, нужно поторопиться. Елена Кузовкина, Екатерина Шахова, Андрей Печоркин, Николай Шилко. День с толком.